Книга Герберта Уэллса Книга Герберта Уэллса Его счет в банке невероятно вырос из-за процентов Герой этой повести проспал больше двухсот лет Он заснул в девятнадцатом веке, проснулся в конце двадцать первого Вообще нужно сказать, что социальная фантастика занимает довольно большое место в фантастике Герберта Уэллса К фантастике социальной, безусловно, нужно отнести, например, его роман «Война в воздухе», в котором он предвосхитил Первую мировую войну Хотя, конечно, у него Первая мировая война появилась Получилась далеко не такой, какой она была в нашем мире в реальности И отличия, на сказать, достаточно существенны Сегодня Герберта Уэллса принято называть гением предвидения Дескать, он предвидел многие научные открытия Это так, но есть одна деталь И очень существенная деталь Дело в том, что его технические прогнозы как раз очень и очень часто не совпадают по времени Они случаются, то, что он предсказывает Случается не просто раньше, а намного раньше, чем то, что описывает Уэллс Общество двадцать первого века, точнее конца двадцать первого века, описанное Уэллсом Стоит где-то на уровне двадцатых годов двадцатого века В нем нет телевидения, нет компьютеров В общем, нет всего, к чему мы привыкли Самолеты до сих пор поршневые и тому подобное То есть это действительно тот мир, который пришел очень и очень скоро А Уэллс его перенес больше, чем на двести лет вперед Он очень и очень, похоже, недооценивал Даже не научно-технический прогресс, а, скажем так, скорость научно-технического прогресса Важная деталь у него и для того, чтобы прийти к разумному и справедливому обществу В «Люди как боги» Человечеству утопию понадобилось больше трех тысяч лет Это приблизительно больше трех тысяч лет, считая от нашего с вами Ну, не от нашего с вами времени, не от 1923 года, года публикации Книги «Люди как боги» Я читал этот роман в детстве, в семидесятых И мне очень жгло глаза, в семидесятых годах двадцатого века Насколько наша цивилизация, в семидесятых годах двадцатого века В техническом плане превосходила цивилизацию Оэлса, конца двадцать первого века Еще есть одна деталь, которая мне в этой повести не понравилась Например, то, что русский язык у него в двадцать первом веке стал афранцужен Книга писалась в 1910 году, про большевиков тогда еще мало знали Но их, конечно, можно много в чем обменять Но то, что они русский язык берегли и Западу противостояли, как могли Это вообще-то факт И о француженном, как вы сами понимаете, русский язык никак не мог стать в двадцать первом веке В нашем с вами хронопотоке Я не помню в научной фантастике более ранних антиутопий, чем вот эта книга Оэллса «Когда спеши проснется» Видимо, это первая антиутопия в мире Поэтому я, безусловно, рекомендую ее прочтению Но книга скорее хорошая, чем отличная В следующих моих отзывах мы поговорим о творчестве Григория Климова И продолжим разговор о творчестве Герберта Оэллса Если понравился ролик, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Делитесь моим роликом в социальных сетях и на других ресурсах Смотрите мои аналогичные ролики Какие именно вы видите в конечных заставках Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова